В эфире телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» программа «Момент прозрения» в студии Юлия Скутина. Здравствуйте! Сегодня нашим гостем стал в очередной раз отец Дионисий, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, села Покровское. Темой выпуска мы выбрали церковный праздник Покрова. Здравствуйте, отец Дионисий. Предлагаю начать с истории праздника его корней. Добрый день, телезрители. Праздник Покрова Божьей Матери уже на протяжении многих веков отмечается торжественно именно Русской Православной Церковью. История праздника уходит в глубь пеков в IX век, когда Константинополь был окружен со всех сторон врагами. А предание Церкви нам говорит о том, что враги, которые окружили Константинополь, по всей вероятности были славяне. Это князь Олег, еще Русь была языческой в то время. Окружили его, и помощи нет, куда было ждать. И тогда Патриарх принимает решение взять Покров, то есть Покровало, которым покрывало свою голову Божьей Матери, и торжественно крестным ходом вынести его на врага, навстречу врагу. И когда это было сделано, то, подойдя к морю, святейший святитель опускает конец Покрова в воду. И получается, на море поднялся шторм, вихрь, и большая часть тогда славянских кораблей было потоплено. И с таким позором свои не отступили. И в последующие разы, когда турки подступали к Константинополю, Патриарх также выносил Покрову Божьей Матери, покрывало, и враги отступали. Видите, Покров означает покрывало, то есть то самое, которым Божья Матерь покрывала свою голову. И это чудо было в IX веке, когда неприятель стоял у стен Константинополя, помощи уже неоткуда было ждать. Народ собрался в храме вместе со своим императором, с патриархом, помолиться Царице Небесной о заступничестве. И в тот момент в Константинополе жил, проживал в уваженной юродивой Христораде Андрей. Это был славянин, который попал в плен к туркам и волею судьбой, бежал оттуда, и остался жить в Константинополе. И во время всеночного бдения он единственный со своим учеником, он увидел чудо, которое произошло. Он увидел развязающиеся небеса, увидел идущую с Востока Божью Матерь, с ней шли апостол Иоанн Богослов и Иоанн Креститель, а позади все остальные святые небесного воинства. И Матерь Божия встала на том месте, где стоял храм Лохиринской Божией Матери, сняла со своей причистой головы покров и простерла его над этим местом. Повернувшись на восток, она стала молиться Царю Небесной, своему сыну, чтобы Господь защитил это место ее молитвами и покрова ради. И он видел это чудо, спросил своего ученика, тот тоже ответил ему, что вижу очи и ужасаюсь такую великую святыню. И недолгое время они видели этот покров, амофор, который стоял над этим местом, и впоследствии он исчез. Как выглядел этот покров? Что он представлял? Покров это большой, обычный, как мы говорим, если взять наши старые русские платки, вот такое покровало, ткань, покров, платок вот этот был на голове Божьей Матери. Она его сняла и держала вот так на руках. Получается, она защитила это место от тех видимых и невидимых бед и невзгод, которые Господь посылал этому народу за его прегрешение, за ступничество, вере. И Матерь Божия по молитвам людей встала на это место, простерла в своем опоре, защитила, умолила Бога, чтобы Господь помиловал людей, живущих на этом месте. И молитвой была услышана, неприятель отошел, и так был спасен Константинополь. В Греции, к сожалению, греческой церковью этот праздник не очень почитаемый, он мало чтится, назовем грубо, как простая рядовая икона Божьей Матери, как вот она, допустим, Казанская или Владимирская. На Руси торжественно праздновать это событие установил князь, благоверный стрестотерпец Андрей Ваголюбский. И он первый, который построил тогда храм на Руси в честь покрова Божьей Матери, это был храм покрова Божьей Матери на Нерли. Второй храм был построен позже на Руси, который сейчас олицетворяет, мы его все видим на экранах, Москву, по всему миру, когда появляется этот собор, все сразу говорят, Раша, то есть Россия. Это собор Василия Боженного. Но мы его называем неправильно, что собор Василия Боженного. На самом деле это собор покрова Божьей Матери. А Василия Боженного, почему второе название? Потому что Боженный Василий молился до строительства храма на этом месте, и после того, как храм был воздвигнут, освящен, он молился в этом храме. И поныне в этом храме хранятся мощи Боженного Василия, московского чудотворца. Поэтому в народе этот храм как-то более сохранился под названием собор Василия Боженного. А вот этот величественный храм по красоте построил царь Иоанн Грозный, Иоанн IV Василиевич Грозный в благодарность Богу за взятие Казанского ханства. Полгода больше даже он осаждал Казань. Казалось, деревянные стены, неприступный город, он не мог его взять. И вот на покров Божьей Матери, помолившийся, вот он дал обет Богу, что если он возьмет Казань, Казань пойдет, то он построит величественный храм, которых не было равно. И его молитва была услышана Богом. На покров Казань пала. И вот он приказал построить этот великолепный собор. Получается семь куполов. Сколько куполов, столько храмов под одной крышей. Но главный храм, основной, это покрова Божьей Матери, так как на покров повозят на Казань. И второй предел, это честь Василия Божиного, так как он жил при Иваном Грозне, молился и покоится его мощи в этом храме. А позже уже пошли больше храмов в честь покрова Божьей Матери. Среди них и наше село взять, если покровское. История села уходит в глубь веков. Скоро мы будем праздновать. Не так уж много времени осталось. Четырехсотлетие села Покровского. Оно было основано в 1621 году. И 1650 по 1559 лет шло строительство первого деревянного храма в честь покрова Божьей Матери. И от храма село получило свое историческое название Покровское. Ну и возвращаясь к истории, много случаев было на Руси, когда покров именно в Божьей Матери защищал не только деревни, но и города. Если взять не так давно прошедшую историю Великой Отечественной войны с немцами, то посмотрите, Покров Божьей Матери стоял и над Москвой, и Покров Божьей Матери стоял и над Петербургом. Какой-то город, городок, назовем грубо так, стоял, противостоял 900 дней на чьих блокадах. Уже люди, казалось, друг друга ели, уже есть нечего было. Но, несмотря на это, город стоял. Потому что совершались день и ночь молебны, службы у мощей князя Александра Невского, и служили все молебны Божьей Матери, и Господу одарования победы русскому войску и за упокой умерших, кто погибли во время фронта, войны, но и от голода и холода. И Покров Божьей Матери стоял над Петербургом. Ведь по тем рубежам, где шел крестный ход, немцы так не переступили. Также, если взять Москву, уже разбита была Красная Армия. Новые войска не успевали, с Владивостоком прийти. Боялись, что Япония начнет войну. А мы знаем по истории, что ни одна армия не может противостоять, если с двух сторон начинаются войны. И войска не успевали, казалось бы, Москва вот, но немцы не взяли. И 6 декабря для Александра Невского они стали отступать. А Божья Матерь простерла свой покров над Москвой, и враг не смог войти в Москву. У вас в Покровском храм Покрова, да? Долгое время храм стоял, как бы, ну, можно сказать, разрушенный. Да, он уже порубленный. Вот с того момента, когда храм начал становиться краше, он стал возрождаться, как-то изменилось, на Ваш взгляд, само село? Преобразилось? Жизнь в селе стала лучше? Конечно. Жизнь стала лучше. Когда-то со мной еще, когда я только заступил, стал настоятельным, заступил новый глава Андреевич Завич Самочернов. Но когда с ним беседовали, он сначала еще смеялся, он не верил, когда я ему говорил, что с возрождением храма, возрождится и село. Жизнь будет лучше, краше. Он смеялся, не верил. Но сейчас, на сегодняшний момент, человек сам не так давно пришел к вере, сам крестился уже в таком возрасте. И сейчас он говорит, батюшка, я уверен и не уверен, я знаю на все сто процентов, что действительно начал возрождаться храм, начинает возрождаться село. И смертность убавилась, демографическое положение, рождаемость выровнялась, потому что было мало рождаемости, больше смертности. И сейчас как бы рождаемость начинает брать верх над смертностью. Жители по селу можно проехаться, посмотреть, стали жить лучше. Домики стали своего выукрашать. Да и народ как бы стал получше. То есть если раньше из сел стремились уехать, то есть молодежи практически не было, то сегодня можете отметить, что изменилось? Изменилось. Молодежь стала возвращаться в село, стало село подниматься с колен. Но не все сразу, конечно, тяжело. Людей как бы еще в храме мало. Не то, что в наших, во всех храмах. Потому что, как я говорю, до этого 90 лет гнали, говорили, эпохи нет. На сотовом проснулись, все-таки он есть. И вот это то поколение, которое выросло в Советском Союзе, конечно, ему еще тяжеловато переступить вот эту грань, черту. Ну вот вы говорите, что мало прихожан, мало людей. А вот так посмотришь на любой какой-то такой большой праздник церковный, в церкви не протолкнуться. То есть людей столько скапливается и приходит. Приходит на то же Рождество Христово, на ту же Пасху. С чем вот это связано? У нас, к сожалению, сейчас пока церковь пошла в моду. Как молодежь говорит, это клево, это хипово, это красиво. И приходит, и не только молодежь, да и люди. У нас приходят два раза в год, назовем. Это в январе и на Пасху. В январе Рождество Крещение, водички набрать. И в Пасху прийти. Что это для них? Отдать дань моде или что? Пока что отдать дань моде. Отдать дань моде. Пока еще слаба вера. Потому что в остальные течение всего года, дни, в праздники, они немалые. Людей в храме не видно. Очень мало. То начинает целоваться, что работа, то еще какие-то причины, то огород, то забота. Хочется сказать людям, ну не нужно уповать на свою, на свои силы, на свою волю. Что вроде вот если я пойду сегодня на службу, то я в огороде ничего не успею, у меня все зарастет травой, вроде, дескать, и урожай будет плохой. Ну, например, я вам так поставлю себя. Я порой махаю рукой, но зарастет, зарастет, и Бог с ним, что Бог даст, то и будет не обиднее. Но слава тебе, Господи, Господь дает, не бедствую, и урожай у меня хороший. И не зарастает. И не зарастает. Даже если заросло травой, ну заросло, заросло, значит, тому надо так и быть. Но собираю урожай все равно, и не могу сказать, уже грубо назовем, картошку, что она там мелкая или плохая. Слава Богу, Бог дает, хватает. Вот, поэтому не нужно брать на себя сверх норму, что вот я сделаю. Но порой человек бросает Бога, идет в огород, начинает возиться, копышиться. Он сто потов пролил, сто трудов, а в итоге ничего он не собрал. А другой и сто потов не проливал, сто трудов, но он Богу молился, и Господь дал. Всему в свое время все Господь даст. Поэтому, когда что-то делаем, мы должны делать это все с Богом, благодарить Богу и просить у Бога помощи. Начинаем сажать картошку не так, что встали, смат, перемат, плюнули, там это топтали и пошли сажать. А нужно встать, перекреститься, сказать, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, волосы. А еще лучше, ну взяли мы там ведерко этой картошки, пришли в храм, когда в определенные дни священник объявляет, проходит молебен. Принести те же семена, что мы сажаем, тоже картошку, как семенную. Батюшка светит, окропит, ну а потом приходи, сажай. То есть вот можно отметить, что сегодня люди идут, обращаются к церкви, обращаются к Богу. Но только в редких случаях и то, когда случается какая-то беда с человеком. Да. В всех случаях. В таких случаях. Но когда радости испытывают, они, увы, не приходят. Когда идет радость, к сожалению, наши люди упиваются. У нас здесь все хорошо, мы возьмем бутылочку, мы ее, как говорят, сейчас раздавим, выпьем, закусим, уважим свою плоть, нам хорошо. А когда жареный петух начинает клевать, мы вспоминаем почему-то Бога. Конечно, в крайних случаях это плохо, когда человек опять вспоминает за бутылку и начинает упиваться. Многие, вот я беседую с людьми, но не назову их алкоголиками, хоть они и выпивают люди. Вот я беседую с ними, я говорю, ну а то, что вы выпили, что ваши проблемы решились? Нет. И они еще больше усугубились. Так, может быть, не стоит выпивать? Может, все-таки попытаться с Божьей помощью побороться со своими проблемами, попросить Бога, помолить Его. И Господь протянет руку помощи. Ну вот и возвращаясь еще раз к празднику Покрова. Говорят, на праздник Покрова обязательно землю покрывается. Земля снегом кроется, да. Вечером приходили, 13-го часа служило все ночные в день, и люди молились в храме, все, уходили домой. А утром вставали, уже вся земля крылась снегом, покрыта снегом, то есть как бы Покров Божией Матери. И примета, что в этот день, если снегом покроется земля, значит, в следующий год будет плодородный, урожайный, хороший. Ну, будем надеяться, что все-таки молить Покров Божией Матери, конечно, что Покров, он всегда пребывает над нами. И нам историю показывает, несмотря на то, что наш храм был разрушен, поруган, но носит имя честь Покрова, и Господь и Богородица все равно своим Покровом хранил это село. А если взять другие, допустим, храмы или села, разрушенные храмы, разрушенные села, допустим, взять село Родники, там осталось-то, как говорят, пять домов на Ключихе. И село не возродится до тех пор, пока сами жители не начнут помогать, пусть хоть работы, хоть по кирпичику складывать, тогда пойдет во славу Божию. А если, вот как сейчас я столкнулся с такой проблемой, жители местные будут воровать из храма, то это горе будет в селу. И горе тому, я не побоюсь такого слова, что люди, Бог не бывает, поругаем. Господь милующий, любящий, но Господь в то же время и наказывающий до третьего, седьмого, сотого колена. Те, кто воруют, тащат из храма, Господь накажет. У меня было в практике, кто поджег домовый храм, полгода не прошло, оказались на погосте, то есть погосте-то кладбище. А тем более сейчас, вот я столкнулся не так давно, вот обращаюсь к жителям села Покровского. Я не буду называть ни имена, ни фамилии, кто забрал из храма колокола, подаренные этому храму, верните назад. Я не буду обращаться ни в полицию, я никуда не обращался, вот. Это на вашей совести, если не хотите, чтобы Покров Божией Матери оттаз отвернулся, иначе будет суровое наказание от Господа. Хотя меня многие ругают, что бачка тебе не должен так говорить, но я говорю, как оно есть. Раньше на Руси люди отдавали последние, не доедали на строительство храма, на нужды. А сейчас почему-то тенденция поменялась. Последние утащат, унесут из храма, но в храм не дадут. Ну что ж, в завершение мне бы хотелось выразить вам огромную благодарность за то, что вы выкраиваете время и приходите к нам, даете такие вот полные ответы. Спасибо вам огромное. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. А я напоминаю, что гостем студии был отец Дионисий, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, села Покровское. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok